МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Ритуальная казнь для Романа Федулова, отчиму убитого подростка. Его сожительнице предъявлено официальное обвинение. Прокурорский надзор. Блестители природоохранного законодательства сегодня снова искали нарушителей. В поисках уклонистов. Осеннему призыву пандемия не помеха. Правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Законопроект внесли в Нижнюю палату парламента в прошлом месяце. Документ предлагает распространить максимальное наказание для педофилов-рецидивистов. То есть, если жертвами стали два и более ребенка, злоумышленник получит максимальный срок. Документ направили на рассмотрение после трагедии в Кимеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Следственный комитет России по Рязанской области предъявил обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве 15-летнего подростка. Отчим и его сожительница – главные подозреваемые. Суд отправил их под стражу до 10 декабря. Убийство 15-летнего Романа Федулова буквально взбудоражило общественность. Шокирующие подробности преступления уже вывели дело на федеральный уровень. Напомним, по версии следствия, 52-летний отчим мальчика и его 29-летняя подруга, к слову, трехкратная чемпионка России по арчи-биатлону, совершили оккультное убийство. Мальчик с семьей проживал в поселке Учхоза Стенькино-Рязанского района. Юридически частный дом был разделен на две половины. Мальчик проживал с мамой в одной, другая принадлежала его отчиму. Вот в нее каким-то образом, как считает сторона обвинения, и заманили Романа. В ходе следственных действий установлено, что к гибели подростка причастны его бывший отчим и сожительница последнего. 20 октября 2021 года следователям следственного управления им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые заключены под стражу. По словам самих обвиняемых, это был несчастный случай при проведении одного из культовых обрядов, который должен был вернуть отчима в семью. На первых допросах мужчина рассказал, как было все на самом деле. Мария взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Я так думал, нож для того, чтобы рисовать, потому что у них ломаться, нужно было чем-то нацарапать, видимо, рисовать ножом, как я. А вот я говорю, ты смотри, тут не убей. Я говорю, монтажку, я там, может, что-нибудь, она не будет. Ну, что-нибудь простудно, чтобы оглушить, я носки сидел, смотри, иди. Она пошла, я остался в машине. По времени, сколько она была, не знаю, я сидел в темной машине, среди поля субъективной минут 15, может, плюс-минус 5 минут, не знаю, сколько времени. Прошло, прибегаясь к нему по глазам, я его убил. Дальше вся эта затея обросла дикими подробностями. По словам обвиняемого на спине подростка, они хотели начертить пентаграмму. Но что-то пошло не так, и вместо этого подруга нанесла мальчику несколько ножевых ранений. Чтобы скрыть следы, труп они завернули в пакеты, отвезли в лес и скинули в заброшенный колодец, закидав ход ветками и мусором. По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено 30 различных судебных экспертиз. По месту жительства обвиняемых произведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты записи по оккультизму и полотенце со следами крови, которые, по согласно заключению эксперта, принадлежат убитому подростку. Также следы крови потерпевшего обнаружены в салоне и багажнике автомобиля бывшего отчима мальчика. Расследование уголовного дела продолжается. От своих показаний на камеру обвиняемые уже отказались. Вину не признают и перекладывают ответственность за убийство 15-летнего подростка друг на друга. Степень вины каждого определит суд. Герман Гущин, телекомпания «Город». Не уходим от криминальной повестки. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести. С такого предложения начинается сводка происшествий на сайте региональной госавтоинспекции. Но и эти цифры уже сегодня пришлось корректировать. Буквально за первые часы нового дня произошло сразу несколько дорожных инцидентов. Есть погибшие. Сирены в унисон сразу четырех автомобилей полиции разбудили жителей домов на Ряжском шоссе. Там в 6 часов 40 минут утра произошла авария. По предварительной информации, виновником стал водитель автомобиля «Лада Веста». Он выезжал со второстепенной дороги. По главной ехал 35-летний рязанец на «Киа Соренто». Итог столкновения трагичен. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Веста» погиб. 31-летний пассажирка автомобиля «Киа Соренто» доставил медицинское учреждение. По данным факту проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Спустя всего 4 часа авария случилась в области на автодороге М5 «Урал». И здесь есть погибшие. По предварительной информации, 56-летний житель Нижегородской области, управляя автомобилем «Вольво» с полуприцепом, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимися по главной дороге автомобилем «Лада Калина» под управлением 23-летнего рязанца. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» погибла, а водитель и 8-месячный ребенок доставил медицинское учреждение. Примечательно, что водитель автомобиля «Вольво» не пострадал. И что тут сыграло решающую роль – погодные условия или большая скорость – это еще предстоит выяснить инспекторам ДПС. Госавтоинспекция Рязанской области обращается ко всем участникам дорожного движения, как пешеходам, так и водителям. Просит быть более внимательными и бдительными на дороге в связи с ухудшением погодных условий. Кроме этого, пешеходам рекомендовано использовать световозвращающие элементы, аксессуары со световозвращающими элементами на одежде. Две аварии – это статистика за половину четверга, 21 октября. Поэтому требования инспекторы настоятельно советуют выполнять. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Природоохранная прокуратура продолжает идентифицировать нарушителей экологии на водных объектах. Сегодня в «Лестителе порядка» провели своеобразный рейд по местам нарушений. Сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры вновь проверили состояние оврага Крутицы, расположенного на улице при Железнодорожной. Здесь выявлено протекание ручья, который не имеет никакого названия. Предположительно, он появился в результате незаконного сброса сточных вод. Ручей, протекая по оврагу, попадает в реку Быстрица. Отметим, что ранее, в июне этого года, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным Минприродопользования организовала проверку состояния реки Быстрица. Водоем протекает по территории микрорайонов Семчина, Конейщева, Недостоева, Борки и впадает в Аку. Тогда активисты и местные жители зафиксировали, что река поменяла цвет и запах. Вода стала черно-фиолетовой, начала массово гибнуть рыба. Летом этого года одно из предприятий уже подозревали в загрязнении района. Предприятие находится сзади нас, по адресу улицы Прежнездорожная, 48, на территории которой осуществляется производство мясокосной муки предприятием ООО «Рик», предположительно, на данный момент. Соответственно, данное предприятие ввиду своей производственной деятельности биологические отходы перерабатывает, получает мясокосную муку, получает отходы от биологических отходов, они сливают в сточную канализацию. Соответственно, через канализацию это все попадает в водный объект и далее уже на рельеф местности и в реку Быстрица. Впрочем, Черный ручей даже после ликвидации подпольного цеха продолжает течь. Стоит сказать, что склоны оврага по сравнению с летним периодом еще больше завалены различным мусором. Сотрудники природоохранной прокуратуры зафиксировали все предполагаемые нарушения. В ближайшее время по ним будут проведены проверки. Еще одна водоохранная зона в Рязани также под угрозой. Река Трубиш, протекающая рядом с жилым комплексом метропарк, должна была стать отрадой для новоселов. Здесь предполагались пуск прогулочных лодок, обустройство пляжа и набережной. Однако на данный момент сотрудниками природоохранной прокуратуры выявлено загрязнение водоема железобетонными конструкциями. Они лежат в воде и на берегу. Кроме того, обнаружен новый оголовок пластиковой трубы, выведенной прямо к реке. Из конструкции течет вода. Предположительно, это может быть ливневка, для установки которой требуется разрешение. По данным находкам будет также совершена проверка, результаты которой мы предоставим в ближайшее время. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанской области продолжается осенний призыв. Судя по статистике, в армии идут вполне охотно. Весенний призыв, кстати, служить ушли 1300 человек. Хороших цифр ждут в региональном военном комиссариате и этой осенью. Сколько в Рязани у колонистов и как много ребят отправятся служить, знает Валерий Седов. 700 человек отправятся на военную службу в осенний призыв. Такая задача стоит перед военным комиссариатом города. Призыв начался с октября и за первые 20 дней месяца в армию отправили 70 человек. Медленно, но верно норма выполняется. Разве что уклонисты мешают. В прошлом году это было 700, почти 700 человек. Сейчас немногим больше 600 человек в нашей Рязанской области, которые уклоняются от воинской службы. Причин здесь масса. Уклоняются в том числе и от мероприятий, связанных с призывом. Это от своевременного медицинского свидетельствования и прохождения других мероприятий. Самое тут забавное в том, что большая часть этих самых уклонистов в армию не пойдет, говорит военный комиссар области. Причина тому – состояние здоровья. Однако все равно бегают и бегают уверенно. Ловить их помогают полицейские. В этом году уже возбуждено более 400 административных дел и 38 уголовных. Штраф за бег на перегонки с полицией от 15 до 50 тысяч рублей. И, кстати, после оплаты служить все равно придется. Это и работа через родителей. Потому что всех родителей знаем. Зачастую родители занимают немаловажные посты в муниципальных образованиях, в городе. И, конечно же, им сообщаем, их работодателям сообщаем о том, что сыновья уклоняются от воинской службы. Другой вопрос – куда пойти служить? Пока статистика такая, что только 10% всех рязанских призывников выбирают службу по контракту. Остальным достаточно, что называется, года в сапогах. Но оттоптать весь срок военной части своей мечты вряд ли получится. Не обязательно, но мы к этому прислушиваемся. Но не обязательно. Если все захотят идти в ВДВ, кто же пойдет в сухопутные войска. Но здесь играет и роль категория годности гражданина. Потому что в ВДВ спецназ идут, конечно, мальчишки из категории А. Дальше, конечно, предпочтение выслушивается на призывной комиссии. За весенний призыв в армию шли служить 1300 рязанских мальчишек. Больше из Касимова, Клепиков, Михайлова и Рязани. Статистику нужно поднимать, говорят в комиссариате. Пандемия все же сыграла свою роль. Но теперь военкоматы обеспечены всем необходимым. Маски, перчатки, ПЦР-тесты. Все для того, чтобы выполнить поручение губернатора. В военную часть не отправится ни один инфицированный COVID-19. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. На этом у нас все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!